Доброе утро, наши дорогие телезрители! Приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. В эфире утренняя программа на канале НБТ Улыбаси. С вами я, Зарина Хасанова. И сегодня герой нашего дня – это картофель. Сегодня говорим о том, как можно использовать данный продукт на кухне, в обиходе, для своей красоты. Сегодня будем говорить о блюдах, для чего нам нужен картофель, с применением данного продукта, что можно приготовить. Такая у нас очень хозяйственная и полезная по-своему тема. И у меня уже есть первый гость, давайте будем знакомиться. И это Назгуль Караева, директор кондитерской фабрики «Мир сладостей». Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, как обычно у вас начинается утро? С чего? Ну, утро у меня начинается, конечно, в бегу на работу. В первую очередь, да. Даже иногда не успеваю позавтракать. Ну, потому что у нас очень много сладостей, где можно покушать, попробовать, продегустировать. Просто дегустировать, посмотреть. А вот интересно, завтрак, что включает в себя он? И вот сладкое есть утром или нет? Ну, конечно, обязательно. Как же без этого? Отлично! Сегодня вы пришли к нам не с пустыми руками. Я думаю, дорогие телезрители, я могу наконец-то показать и рассказать вам о наших призах. Ну, во-первых, это подарочек от нашего гостя. Кстати, гости от бизнес-клуба Инфокс. Значит, вот такая вот замечательный сет из сладостей. Вот такой вкусный сладкий приз, друзья, у нас сегодня. И, как я понимаю, здесь все пирожные – это картошка. Да. Только они в такой вот, в разной интерпретации, в разном оформлении. В разном оформлении. Отлично! Просто прекрасный приз. Я думаю, сладкоежки оценят его по достоинству. Ну, и пользуясь моментом, оглашу еще пару призов. И это два подарочных сертификата на посещение детского сада «Почемучка» со скидкой 50% до конца учебного года. Друзья, вот такие вот замечательно сладкие и полезные призы сегодня. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 90-321-21. Вопрос звучит следующим образом. Ваше любимое блюдо из картофеля. Что вы готовите? Быть может, поделитесь каким-нибудь рецептиком. Возможно, это такой салатик или какое-то горячее блюдо. А быть может, даже десерт. Я не знаю, все что угодно. Звоните и рассказывайте. Ну, а тем временем мы продолжаем нашу беседу. Вот у нас сегодняшний приз – это пирожная картошка. Мне всегда было интересно, вот почему оно так называется. И интересно, откуда берется название. И вообще, из каких ингредиентов, что входит в состав данного пирожного. Расскажите, пожалуйста. Ну, это пирожная картошка. Я тоже не знаю, почему так оно называется. Мы прогуглим обязательно. Да, обязательно посмотрим. Ну, я так думаю, скорее всего, из-за внешнего вида. Потому что в состав этого пирожного входит очень много-много ингредиентов. Это и орехи, может быть, и какао, и бисквиты разные там могут быть. Потому что картошку делают из хорошего теста, которое делает пирожное, из обрезков. Очень интересно. А вот можно ли готовить его в домашних условиях? Я думаю, что это реально вообще или не получится? Нет, нет, обязательно получится. Но как у нас, я не знаю, если очень постараться. Ясненько. А вот любите ли вы сами сладкое? Какой у вас любимый десерт? Какое-то пирожное, либо торт? Ну, я, конечно, патриот. Я люблю кушать свои сладости. И любимое пирожное – это Рафаэлло. Называется оно очень вкусное. То есть вы сами его тоже изготавливаете, получается? Да, да, да. У нас все наши сладкоежки его очень любят и заказывают его. Он идет в виде торта, либо это отдельные пироженки? Нет, это маленькие пироженки, очень вкусные. А вот расскажите, пожалуйста, нас наверняка сейчас смотрят представительницы прекрасного пола женского. И, конечно же, никому не хочется прибавлять вес. И вот как быть? Вроде как и сладкого хочется, но и хочется как-то вот приближенное что-то к 90-60-90. Как быть в данном случае? Я так думаю, что если съесть маленькое пирожное, от этого ничего не будет. Никогда не отказывайте себе в сладостях, потому что сладкое – это энергетика. Во-первых, оно повышает настроение. Настроение. Сладкое всегда едят, когда у людей торжество, такие исторические моменты, как день рождения, свадьбы. И какие-то хорошие моменты запоминаешься, и потом всегда ассоциироваться со сладостями. Ну, а насчет фигуры, я так думаю, дополнительно можно заниматься фитнесом. Ну да, тогда делаем вывод, что сладкое можно и нужно есть, просто нужно делать это в меру и параллельно заниматься спортом. Можно сказать так, да. Отлично. Как я уже говорила ранее, сегодня герой нашего эфира – это картофель. Вот такой вот замечательный продукт. И я хотела спросить вас, задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько он полезен? Как часто вы его используете на своей кухне? Я, например, не очень любитель картофеля. Почему? Да, я так считаю, это все-таки чуть-чуть вредный продукт, там крахмала много. Но из… Ну согласитесь, все-таки этот продукт, он как бы используется в очень многих блюдах. Если вот так вот, грубо говоря, брать, мы без него, наверное, не смогли. Он очень сытный по-своему. Вот если говорить о том, что вы готовите. Кстати, вы любите готовить? Я очень люблю готовить, но не всегда получается. А вот если, допустим, вы готовите что-то, и это будет с добавлением картофеля, вот какие обычно блюда самые такие распространенные на вашей кухне? Ну, самые распространенные в первую очередь, это, наверное, салат Оливье, который никакой новогодний стол не обходится без него. Уже через месяц практически скоро все начнут строгать. Да-да-да. Тазики? Вообще-то я забыла, Каса, я его очень люблю все-таки. Я тоже люблю Оливье. Оливье. А еще что готовите с применением данного продукта? Ну, пюре картофельное очень дети любят. Да, на самом деле получается, что, друзья, картофель – это вот всему голова по-своему. Мы можем из картошки готовить и какие-то блюда, и гарниры, и салаты, да? То есть в разные подачи такое очень интересное на самом деле блюдо. Вот о пользе мы обязательно поговорим его чуть позже с нашим диетологом. Он тоже будет у нас в гостях. Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Я еще раз желаю вам отличного настроения и прекрасного расположения духа. И наше утро продолжает музыкальный клип. Еще раз всем отличного настроения. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Наконец-то голос прорезался. В эфире утренняя программа на канале НБТ. С вами я, Зарина Хасанова. У меня в студии уже есть гость. И это нас Гуль Караева, директор кондитерской фабрики «Мир сладостей». Если вы только что присоединились к нам, напоминаю вам о том, что главный герой нашего эфира сегодня – это картофель. Сегодня мы говорим о картошке, о том, насколько она полезна, насколько она вредна, как ее можно использовать, какие блюда из нее можно готовить, как ее можно использовать для своей красоты, для здоровья. Ну, в общем, у нас такая очень широкая, полезная и в некоторой степени хозяйственная тема. Дорогие друзья, сегодня у нас есть для вас призы. И наш гость тоже пришел не с пустыми руками. Прежде я хочу огласить, так сказать, наш вопрос. Мне очень интересно, ваше любимое блюдо из картофеля. Что вы готовите из картошки? Звоните к нам по номеру 90 3121 и рассказывайте. Быть может, у вас есть какое-то свое коронное блюдо. Или кто-то, например, вот я в детстве любила запеченную картошку в фольге. Помню, как бабушка мне ее готовила. Поэтому, друзья, звоните и рассказывайте. Сегодня мы разыгрываем прежде всего сладкий подарок от нашего гостя. Это замечательный сет из пирожных. И здесь тоже, не поверьте, картошка. Только картошка сладкая. И еще сегодня мы разыгрываем два подарочных сертификата от детского сада «Почемучка». Этот сертификат дает вам право посещать детский сад «Почемучка» со скидкой 50% до конца учебного года. У нас два сертификата, друзья. Поэтому просыпайтесь, срочно звоните к нам в прямой эфир и рассказывайте. Ну, а мы продолжаем нашу беседу касательно вашей кондитерской фабрики. Мне очень интересно, какие у вас новости, чем вы занимаетесь на данный момент? Ну, мы сейчас каждый день ведряем новые виды пирожных, потому что сейчас сезон как раз, сейчас все праздники, Новый год на носу. Так что каждому, чтобы на столе было сладкое, красивое. У вас, наверное, точно будет предновогодний бум, это ведь все торты покупают, сладкое, то есть объемы, наверное, у вас увеличиваются. Обязательно. Сейчас практически на всех кондитерских фабриках это идет подготовка, это заготовки к Новому году, это ответственный праздник такой, чтобы у всех на столе было сладкое. А будут ли у вас какие-то тематические пирожные, торты? Да, обязательно. Может быть, в форме елочки или снеговичка? Обязательно, обязательно. Это такое интересное. Всегда, всегда так бывает, в форме елочки, Деда Мороза, снегурочки, подарки. Обязательно. Я думаю, что ваши дети, у вас есть дети? Да, конечно, у меня трое детей. Я думаю, что им повезло, им повезло всегда есть сладкое на столе. Вы, кстати, вот их ограничиваете как-то в этом, либо вот с барского плеча, так сказать? Ну, я никогда не ограничиваю, просто с детства они кушают сладкое и привыкли к этому. Я так думаю, они совсем не боятся, что они могут набрать вес и как-то, может быть, физиологически так, что сколько они едят, они не толстеют, так сказать. Отлично, отлично. Нас, Гуль, сегодня мы говорим о картофеле, и, конечно же, у меня вот вопрос в этом плане будет таким, что любите ли вы картофель фри? И вообще, как относитесь к фастфуду? Ну, картошку фри я люблю, а его очень, еще больше, чем я, любят мои дети. А вы не считаете это вредной пищей? Ну, она может быть и вредной, но она очень вкусная. То есть, устоятельная можно? Нельзя себе отказать, да. А вот дома вы, как я поняла, редко готовите блюда из картофеля, а с чем это связано, почему? Я думаю, что многие хозяйки активно используют этот продукт во время приготовления тех или иных блюд. Ну, я помню в детстве, когда, еще до замужества, да, мы много, конечно, ели картофелью, но потом, когда я вышла замуж, у нас сейчас иранская кухня, а в ней практически картофель отсутствует. То есть, у вас супруг иранец. А картофель практически отсутствует. То есть, иранская кухня не терпит картофеля, получается, да? Его, они его практически не едят, только как фри. Понятно, то есть, получается, вы готовите пюре, картофель фри, и, в принципе, на этом все и заканчивается, список не длинный. Понятно, многие используют различные продукты для красоты, для здоровья, то есть, можно практически любой продукт в таком контексте использовать. Вот мне интересно, использовали ли вы когда-нибудь картофель для своей красоты, либо как-нибудь по-другому? Ну, для красоты я не помню, но я помню, что я лечила желудок картофелем, то есть, мне посоветовал сам врач с утра натереть его, три картофелины, обязательно выпить и ровно полежать, и несколько дней, буквально 4-5 дней, и у меня гастрита как не бывало. То есть, вам помогло? Да, очень, очень помогает, это народное средство. То есть, а можно еще раз, в двух словах, точный рецепт, как это нужно делать? Вот, если нас смотрят сейчас наши телезрители, чтобы они знали, вот мы проснулись, мы берем три картофелины, очищаем их, что дальше? Так, натереть обязательно на терочке намертой. Так, потом? Да, выпить, это, выжать в марле. Сок получается картофельный. Сок картофельный, надо выпить его, он где-то от трех картофельных получается, ну, 100-120 граммов всего лишь получится сока, его выпить и полежать минут 20, и каждый день по утрам, в первую очередь, пройти эту процедуру несколько дней. Хотя бы не 5 дней, 5 дней, и вы уже ощутили на себе результат. Да, обязательно, вы тоже ощутите, все, кто попробует, у кого гастрит. Да, будем пробовать обязательно, ну, не дай Боже, но если по-насу попробуем, кстати, друзья, да, вот можно еще над картофелем дышать, когда вы простужены. Да. На самом деле, вот много всего, главное знать, что делать. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем, и наша следующая рубрика – это хендмейт, и сегодня мы покажем, как сделать из обычной кофточки трикотажное платье. Я думаю, что эта рубрика придется по вкусу представительницам прекрасного пола. Обязательно смотрите, запоминайте и записывайте. Все, внимание на экран. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. В эфире утренняя программа на канале НБТ «Улыбайся». Напоминаю вам еще раз о том, что главный герой нашего сегодняшнего эфира – это картофель. Сегодня мы говорим о том, насколько полезен или вредный данный продукт, что можно готовить из картофеля, как его еще можно применять, например, для здоровья, для красоты. Друзья, сегодня у нас изобилие призов. Во-первых, у нас очень хороший сладкий приз от нашего гостя – от Назгуль Караевой. Это директор кондитерской фабрики «Мир сладостей». Здесь у нас сет из различных пирожных есть. Очень вкусно, аппетитно. Мне самой хочется открыть и попробовать, но я, к сожалению, не могу, потому что мы его припасли специально для вас. И здесь пирожное картошка, собственно говоря. Кстати, я привыкла, что оно обычно вот в таком простом виде. Но я тоже здесь вижу, здесь такие прямо вот красота. Красоту вы принесли. И, друзья, еще мы разыгрываем сегодня два подарочных сертификата на посещение детского сада «Почемучка» со скидкой 50% до конца учебного года. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 903121 и рассказывайте. Вопрос звучит следующим образом. Ваше любимое блюдо из картофеля. Что вы больше всего любите? Любите либо просто есть, поглощать, либо готовить. Это уже не важно. Главное, звоните 903121 и присоединяйтесь к нашей беседе. Тем временем все пролетело очень быстро и не хочется с вами заканчивать разговор. Но в любом случае, по окончании нашей беседы, мне бы хотелось услышать от вас пожелания для наших телезрителей. Ну, уважаемые телезрители, уважаемые наши сладкоежки. Сегодня начало недели. Всем желаю доброго утра, позитива. Чтобы у вас неделя прошла очень хорошо. Кушайте наши сладости. Будьте красивы и любимы. Большое спасибо за теплые пожелания. Напомню, что у нас в гостях была Назгуль Караева. Это директор академической фабрики «Мир сладостей». Да, сладкой жизни вам, друзья. Пусть все у вас в жизни будет хорошо. Балуйтесь сладким, балуйте окружающих, близких, любимых, дорогих. Мы продолжаем. И сейчас мы прерываемся на рекламный блог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова